Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Наступила долгожданная среда. Сегодня в 21.00 будут подведены итоги двухдневного заседания американского регулятора. Спустя полчаса после этого пройдет пресс-конференция председателя ФРС Джанет Йеллен. Какое событие будет наиболее значимо? Можно, конечно же, тут поспорить. В этот раз все-таки мы ждем даже больше конкретики от изменения основных компонентов. Потому что еще до выступления Джанет Йеллен мы можем получить очевидный мощный сигнал и, надеюсь, импульс для роста доллара в виде того, что американский регулятор начинает сокращать баланс, величина которого, как вы все наверняка знаете, превышает 4,5 триллиона долларов. Это колоссальная емкость бумага, облигаций и активов совершенно разного формата, который удалось накопить за время действия программы количественного смягчения выкупа активов как следствие посткризисных явлений с 2008 года. И 4,5 триллиона, ну, это безумно большой баланс. Но, конечно же, есть и отдельные представители других площадок и ЦБ, которые будут в этом даже круче, чем в РС тот же самый Европейский центральный банк. Но, судя по всему, особо эти объемы никого не заботят. Я сразу хочу сделать небольшую ремарку в адрес именно вот этого колоссального баланса. Она заключается в том, что мы еще ни разу не работали с фундаментом именно распродаж, собственно, этих облигаций. Мы не знаем, каким последствиям приведут эти операции. Мы не знаем, каким образом ФРС будет скидывать эти бумаги, учитывая то, что по многим из них из-за уже мусорного статуса имитентов далеко отрицательная доходность, разумеется, и погашать их придется с убытком. ФРС, как мы знаем, никогда, по-моему, не ошел на заведомо отрицательные операции для себя. Это действительно беспрецедентное событие. Сейчас мы можем, опять же, поднять обе руки, чтобы говорить о том, чтобы это событие будет столь же важным для, собственно, доллара, а может быть, даже и гораздо важнее, чем ожидаемая и обещанная для нас Трампом реформа о налогообложении. Это тоже, между прочим, событие все-таки еще и этой недели. Ожидания сохраняются. Мы помним то, что на рынке появились сообщения с ссылкой на первые источники о том, что налоговую реформу могут представить до понедельника. Ну, собственно, мы начали обсуждать это с начала этой недели. Сегодня среда. Пока что никаких новостей нет. Ну и без этого у нас достаточно. Начнем сегодня поторговать долларом. Безусловно, именно американская валюта будет задавать тренд торгов всех финансовых инструментов, потому что вряд ли сегодня мы увидим какое-то жалкое подобие реакции, как это обычно бывает на заведомо известную риторику протоколов, заведомо известную риторику, собственно, самого заседания. Сегодня событие очень важное. И интересно то, что в этот раз без конкретики мы точно не обойдемся. И остается только верить, друзья, то, что эта конкретика в этот раз поддержит доллар и позволит нам отбиться от тех тонных уровней, на которых мы находимся сейчас по доллару, по, собственно, индексу американца, по облигациям. И поможет нам оказать давление, собственно, на риск, инструменты, на которые мы также с вами торгуем изо дня в день. О долларе и японской иене мы продолжим говорить и сегодня, и, собственно, завтра, и к концу недели, и на следующей неделе, потому что это важно. Важно знать, что происходит с американцем, на что он ориентируется, чтобы вообще строить долгосрочные месяционные деньги. Сначала давайте поговорим про нефть, тем более, что здесь, может быть, ценовая динамика и не особо интересна, потому что по тому же самому бренду мы с вами снова чуть выше 55 долларов за баррель. Тот же самый уровень, о котором мы говорили вчера, ситуация не изменилась. Однако вот новостная картина, она на самом деле довольно интересна, и я продолжаю делать на нее большой акцент, обращаю ваше внимание, что сейчас важно следить за всем информационным фоном, который касается нефтянки, учитывая то, что проторговка на текущих значениях это, опять же, фаза консолидации и демонстрация потребностей рынка в дополнительном фундаменте сигналов, которые позволят либо вырасти еще сильнее, либо упасть. Но мы рассматриваем в качестве наиболее приоритетного, конечно же, второй сценарий. Что касается фундамента по нефти, с понедельника у нас идет активное обсуждение, собственно, прогноза администрации и политической информации, согласно которому октябрь станет десятым месяцем роста сланцевой активности в США подряд в этом году, со всеми вытекающими отсюда последствиями по увеличению общего показателя нефтянки по добыче. Мы продолжаем следить за обсуждением переговоров по, собственно, соглашению. Мы продолжаем следить за основными параметрами, которые характеризуют его эффективность, за комментариями отдельно взятых государств по поводу того, за что они выступают, за продление этого пакта, либо все-таки по причине его неэффективности больше склоняются в пользу того, что прекратить нужно его действия. В общем, эти события продолжат быть одним из основных драйверов для рынка нефти вплоть до ноября, когда пройдет очередное заседание ОПЕК уже на официальном уровне, где будут, собственно, официально подняты вот эти вопросы. Либо мы продлеваем соглашение, либо начинаем из него выходить. Помимо этого, администрация и политическая информация сегодня должна нас порадовать статистика по запасам нефти и объему добычи. Эти данные выйдут до заседания, точнее, итогов, двухдневного заседания американского регулятора в 17.30. Мы ждем эти цифры. Запасы у нас традиционный предвестник это Американский институт нефти. Согласно этому отчету, запасы выросли на 1,4 миллиона. Ждем прироста статистики со знаком плюс и от официальных данных. Я напоминаю то, что сейчас рост запасов является следствием, опять же, тех разрушительных последствий от урагана Харви для нефтеперерабатывающих заводов, которые вынуждены приостановили свою деятельность в Мексиканском заливе. Это история месячной давности, но мы заранее готовились к тому, что эта статистика, она должна стать трендовой, потому что прежде чем все НПЗ снова нарастят активности, свою производство на активности пройдет немало времени. Сейчас простой уже меньше 2 миллионов, но все равно это довольно высокий показатель. Это в два раза меньше, чем было на пике последствий и на пике, собственно, самого урагана. Однако уверен в том, что запасы продолжат какое-то время еще расти и, соответственно, поддерживать нашу короткую позицию. Кто-то может сделать акцент на то, что положительным для рынка нефти являются последние комментарии министра нефти Ирака о том, что данное государство будет активно лоббировать идею о продлении энергетического пакта до 18-го года, до конца, может быть, даже 18-го года. Якобы эта идея еще базируется на тоже сообщениях и, собственно, таких новостных сводках, которые я лично тоже видел. Я признаю это то, что Ирак на 100% выполняет сейчас обязательства. Но здесь картина немного не вяжется. Это оценка с их точки зрения, поскольку у нас есть для меня более влиятельные показатели, более очевидные, более объективные. Это те же самые данные от Международного энергетического агентства, которые, вы помните, мы с вами анализировали на прошлой неделе, но в частности, опять же, не вдавались по отдельным регионам. Я сейчас просто уже пытаюсь вынести на передовую то, что было интересно в контексте того, что мы слышали от Ирака. Оказывается, что объем добычи был снижен всего лишь на 10 тысяч баррелей. И уровень неисполнения обязательств, то есть квот по ограничению добычи, вместо 100%, как отметил Ирак, на самом деле по весе Международного энергетического агентства 37%, то есть намного и ниже. Поэтому можно делать вывод о том, что по-прежнему Ирак не выполняет взятые на себя обязательства и не соответствует, опять же, квотам, индивидуальным, определенным для каждого участника энергетического пакта. Какой для вас, опять же, вывод является более определяющим, показатель либо ведомства по оценке того, что происходит на рынке нефти? Вам нужно, конечно же, определить для себя, для меня это все-таки Международное энергетическое агентство, для меня это еще и Администрация энергетической информации. И взвешивая все, что я сказал, можно отметить, и я думаю, что вы уже прекрасно понимаете то, что причин по-прежнему ставить на ослабление нефти больше и сохранять долгосрочные короткие позиции. Следующим важным событием для рынка нефти будет заседание ОПЕК, можно сказать, неофициально, оно состоится в эту пятницу, где будут также снова обсуждать проценты исполнения договоренности. Но у нас есть уже сложившийся опыт, скажем, таких, назовем, прямом, в смысле, светских раутов, потому что, может быть, там что-то обсуждается по поводу текущей ситуации в рамках действия соглашения, но каких-либо важных решений не принимается, поэтому встречи абсолютно бесполезны. Я сразу предлагаю настраиваться на то, что и в этот раз никаких важных решений не будет. Поэтому мы продолжим работать с фундаментом, со статистикой, которые сейчас являются более реальными драйверами для рынка нефти. А статистика указывает на то, что сегодня с большой долей вероятности мы получим данные по росту запасов, то есть запасы нефти вырастут, а в эту пятницу будем снова ждать подтверждения нашего, а с вами прогноза, отталкиваясь от того, что мы слышали от администрации информации, что и количество сланцов боровых с учетом особенно текущих котировок должно все-таки вернуться в фазу и растущий тренд. Рубль 58.12, российская валюта девальвируется. Мы ожидали то, что это неизбежно. Осталось только продолжать сцелить и метить более высокие значения слабости рубля. Это 60. Для нас это первый рубеж, которого мы с вами достигнем, надеюсь, в ближайшие уже одни. Ну и там только останется зацепиться за него и ставить на еще большее ослабление рубля под конец 2017 года. Доллар японская иена. Вот отчасти мы уже поговорили в начале брифинга, потому что мы ждем сегодня. Мы ждем, конечно же, конкретики. В идеале программа «Максимум», если нам удастся получить подтверждение того, что в декабре ставку повысят, поскольку американская экономика улучшается, для этого есть все условия и основания. И еще, конечно же, больше ожиданий связано с началом сокращения и сокращения баланса, о котором мы поговорили. Это важные, скажем, столпы, на которых может сейчас состояться ралли доллара. И хочется опять же верить в то, что в этот раз нам удастся избежать вот этих неоправданных, абсолютно неверных с точки зрения логичной реакции кульбитов, которые иногда показывают финансовые активы в последнее время, особенно в 2017 году, довольно часто. И мы все-таки сможем увидеть рост доллара, который сейчас должен быть вполне оправданным. И его, на мой взгляд, сейчас как никогда можно объяснить. Кто-то делает акцент на то, что ФРС не будет осклонен к более жесткой монетарной политике, потому что вчера вот вышел еще один довольно важный релиз. Это отчет по сальду платежного баланса. Дефицит продолжает увеличиваться. Сейчас он находится на максимальном за последние 9 лет уровне. 123 с небольшим миллиардный дефицит. Да, это много. В оценке в процентном соотношении к ВВП это около 3%. Я хочу напомнить вам, что бывали показатели хуже. В шестом году или даже в шестом году, по-моему, это около 6-7% ВВП. Но тогда, собственно, с источником покрытия дефицита было гораздо сложнее, чем сейчас. И в данном случае я особо тоже стараюсь негативить, если и монетарные власти США не видят в этом какой-то, скажем, супер негатива, который нужно закладываться. Думаю, давайте не будем так же их искать. Американский фондовый рынок на исторических максимумах. Тут можно перечислить, опять же, все бенчмарки американской фонды, собственно, NASDAQ, Dow Jones и S&P. S&P 36 раз уже в этом году обновил исторический максимум. Это не рекордсмен, между прочим. NASDAQ, по-моему, уже 48 или 49 раз. Подбираемся мы к юбилейному 50-му. Ну, наверное, здесь точно стоит поставить на то, что такую цифру все-таки попробуем потестировать. И 50 раз исторический максимум за год. Эту планку мы все-таки будем с вами тестировать. И, скажем, это событие обсуждать. Что касается S&P, я хочу сделать, друзья, акцент на то, что это действительно настоящая такая пороховая бочка, которая может взорваться. Потому что если мы сейчас будем проводить такие исторические срезы, то сможем увидеть, что на текущий момент именно капитализация больше чем в два раза превышает средний показатель с 1945 года. И, собственно, очень много вопросов ко многим компаниям, поскольку по показателям именно достаточности капитала, по соответствии доходности на акцию, они явно не заслуживают тех позиций, которые занимаются сейчас. Поэтому в отношении американского фондового рынка я уже много пытался привести вам доводов, почему нужно тщательно сейчас старательно выискивать те уровни, с которых может начаться коррекция американского фондового рынка. Надеюсь, что вы придерживаетесь позиции того, что коррекция неизбежна и она должна произойти уже совсем скоро. И эта коррекция будет в пределах 10-15%. То есть очень много, даже без плеча торговли довольно рискованная. С плечом это и вовсе. Опять же, если стоять не в ту сторону, находиться не в том направлении, может стать причиной потери всего депозита. Я призываю вас крайне вдельными сейчас быть, как я считаю, длинных позиций. Может быть, даже от них лучше отказаться. Если хотите поторговать, поспекулировать, то, наверное, через короткие позиции. Но в, собственно, длинных сделках я, может быть, и хочу вас поддержать, потому что заманчиво, опять же, снова в очередной раз переписать исторический максимум. Но мне кажется, что сейчас этот риск абсолютно не оправдан. И, возможно, он не покрывает те риски, которые больше сейчас актуальны для этой секции, для любой длинной сделки, если американский фондовый рынок начнет очень быстро корректироваться. Доллар-канабец. Вот несколько упустили мы из вида эту валютную пару. Не просто так, потому что я, в принципе, сейчас не рекомендую торговать этим, а дуэтом валютных активов, потому что ситуация крайне неясная. Вроде бы, как у нас и есть понимание, что будет с долларом. Но, с другой стороны, я уже запутался, опять же, с той оценкой экономических перспектив, которые вырисовываются для Канады. И запутался я не потому, что где-то неверно оценил какие-то отдельные сектора, либо переоценил другие. То, что позволил самому канадскому регулятору и, собственно, чиновникам, которые отвечают из-за промышленности, из-за сферы услуг, запутать ниже себя. Вот мы с вами долгое время настраивались на то, что канадец должен чувствовать себя гораздо хуже, нежели, чем он чувствует себя сейчас, поскольку видели риски, опять же, из торгового соглашения НАФТО. Вы помните, особо я много уделял этому внимания, потому что акцент на этот повод был сделан неспроста. Я транслировал позицию и возможного наличия риска, которое было еще озвучено Трампом, его желание пересмотреть соглашение вот этого североамериканского торгового альянса. При этом канадский регулятор нас долго подхамливал уже к контрпозиции, что никаких рисков нету и соглашение пересмотрено не будет. И, собственно, когда мы увидели первое повышение процентной ставки, второе повышение процентной ставки со стороны канадского регулятора, каждое это решение подкреплялось тем, что канадская экономика настолько сейчас на подъеме, что, наверное, выше находится только, не знаю, космоса. И до конца этого года тренд будет неизменен. Канадский регулятор сохранит позицию и приверженность более высоких процентных ставок и, возможно, будет дальше уже сочетать монетарную политику. И в то же время, друзья, мы помним, как несколько дней назад канадец дал серьезную слабину, больше 150 пунктов. Произошло это на комментариях одного из самых видных и влиятельных чиновников Банка Канады, Лейна, который сделал акцент на наличие очень серьезного риска неопределенности. Этот риск знаете откуда идет. Со стороны торгового соглашения НАПТО. Мне было смешно, опять же, слышать подобные комментарии, потому что, судя по всему, они вообще не обсуждают позицию между собой. Кто-то видит риски, кто-то нет. Протекционизм, о котором, собственно, он говорил, станет причиной замедления экономического роста для экономики Канады. В результате закрытия, собственно, третьего, четвертого квартала будут на гораздо низких уровнях. Ну и что это значит? Это значит то, что если довериться, опять же, этим комментариям, то мы нескоро вернемся к следующему шагу по росту процентных ставок. Канаде станет и будет до конца этого года аутсайдером, поэтому USDCAD с текущих значений будет восстанавливаться в ходе отметки 1.26-1.27. Друзья, я советую не придерживаться такой позиции, собственно, так же, как и не придерживаться позиции того, что USDCAD непременно пойдет ниже отметки 1.20. То, что происходит с этой валютной парой сейчас, очень трудно спрогнозировать, потому что фундамент, он был сломлен, опять же, позиционированием и тем, что сам рынок указал на совершенно другие тренды. Может быть, так же, как и Банк Англии, Банк Канады использовал рыночные настроения для того, чтобы отправить канадцы туда, куда нужно идти. Сейчас уровень настолько низок и настолько, скажем, находится на таких локальных экстремумах, что трудно брать в качестве ориентира то значение, куда пара будет стремиться дальше. Я все-таки буду, конечно же, делиться с вами информацией, если по канадцу она будет, но моя рекомендация по торговле это вообще лучше сейчас не ввязываться, то, что происходит с этой парой. Евро против доллара. Вчера новая порция фундаментальной поддержки, это индекс настроений. После слабости последних месяцев, просто несусветный прогресс с 10 до 17 мы выросли, индекс оценки текущих экономических условий тоже с 86,7 до 87,9. Можно сказать, что те аналитики, которые, собственно, опрашивались, единогласно отмечают наличие прогресса в немецкой экономике и считают то, что третий квартал будет еще лучше, чем прошлый и конец года лучше, соответственно, чем вообще за последние несколько лета. Учитывая то, что впереди выборы в Германии, они состоятся уже, в общем, в это воскресенье, я думаю, что многие могут увязать те сильные отчеты, которые мы получаем не с реальным положением дел, а с определенной задачей, которую они выполняют от правящей партии, потому что сейчас нужно опустить как можно больше пыли в глаза и через эту статистику указать на то, что ситуация как нельзя лучше складывается в последнее время, ну и, скажем, с канцлерством Ангелы Америки. Может быть, это моя субъективная позиция, но, согласитесь, она также имеет место быть как позиция любого, кто пытается оценить то, что происходит на рынке. Евро восстанавливается сейчас, котировки 1.2006 у нас сегодня все будет зависеть уже от того, что произойдет с долларом, но я, как и раньше, ставлю на сохранение мягкой экономической политики, на проблемы более высокого обменного курса евро для национальной экономики и то, что это еще неоднократно будет подтверждено самим европейским центральным банком. В случае роста доллара евро покажет такую же мощную коррекцию, как и ожидание, собственно, роста американца. Евросвисе тоже мы давно не уделяли внимания этой валютной паре. Сейчас у нас котировки выше отметки 1.15. Я предлагаю сделать это сейчас. Предлагаю даже выстроить определенную торговую рекомендацию на долгосрок, покупая только эту валютную пару, поскольку в соответствии с последним заседанием Национального банка о Швейцарии стало ясно то, что как минимум до середины 2018 года НБА не будет выходить из-за тех стимулов, которые используются. И, напротив, даже будет проявлять, как и раньше, повышенную активность к валютной интервенциям, тогда, когда спрос на франк будет превосходить спрос на евро. В данном случае, друзья, в случае снижения пары евросвисе, здесь, если вы откроете графики, посмотрите, в дневке там выстроились самые настоящие такие плиты поддержки, от которых стоит периодически покупать эту валютную пару, то есть увеличивать позицию в расчете на то, что пара идет выше отметки 1.17. И предлагаю, собственно, действовать именно так. Покупаем с отметки 1.15, в случае снижения в районе 1.14, снова увеличиваем позицию, потому что, на мой взгляд, что бы ни произошло сейчас с европейской валютой, особый, конечно же, акцент я делаю на то, что многие считают, что евро окажется гораздо выше текущих значений, в случае роста европейской валюты, конечно же, наша цель будет достигнута очень быстро. Но в любом случае, если возникнет спрос на тот же самый франк, а не на евро, в игру вступит национальный банк Швейцарии будет искусственно ослаблять курс национального валютного актива. Поэтому здесь действуем только через длинные позиции и, собственно, рассчитываем на хороший профит под конец 2017 года. Собственно, друзья, на этом все. Сегодня, напоминаю, 21.00 наставка ФРС, 21.30 без конференции Джанет Ерин. До этого я предлагаю обратить внимание на запасы нефти в 17.30. Этот отчет выйдет и в 11.30, то есть буквально через полтора часа, роничные продажи по Англии. Здесь тоже не буду сейчас прогнозировать, какое движение мы увидим. Полагаю, то, что что бы сейчас с статистикой не произошло, что бы мы сейчас не увидели по цифрам, все равно Банк Англии уже ясно дал понять, что хочет видеть себя, собственно, фунт гораздо выше текущих значений. Поэтому после локальной, возможно, консолидации, она сейчас идет на отметке 1.3517, мы, скорее всего, увидим фунт выше. Но лично я не буду, собственно, участником этого возможного ралли, потому что обида пока что крепка на британца. Забрались мы так высоко, как мы должны были забираться, и всему виной Банк Англии, который, на мой взгляд, нужно наказать, как, может быть, одного из самых наглых спекулянтов на рынке Коррес за последние несколько месяцев. Это самые настоящие валютные манипуляции, которые мы с вами могли наблюдать в конце прошлой недели. Друзья, остается только пожелать вам хорошей торговой сессии. Все движение начнет по силе накапливаться уже в течение торгового дня. Конечно же, потенциал будет реализован уже в 21.00 по московскому времени и дальше, поскольку через 30 минут после этого будет выступление Джанет Йерин. Контролируйте риски. Это важно. Это важно даже тогда, когда вы абсолютно уверены, что рынок поведет себя так, а не иначе. В последнее время вы сами могли убедиться в том, что, как правило, более реальным сценарием является тот, который меньше всего ожидаешь, меньше всего прогнозируется. Я надеюсь, что в этот раз у нас будет исключение, хорошее для нас, то есть для покупателей доллара, и все пойдет в соответствии с нашим с вами раскладом. Мы наконец-таки получим достойный фундамент для роста доллара, и этот фундамент должен привести в движение, собственно, пару доллар-японская иена, позволив ей оказаться выше 113 с потенциалом тестирования сопротивления 115 иен за доллар. Хорошей торговой сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени через перископ, как всегда, в прямом эфире, и будем говорить о том, что на рынках случится сегодня. Всего доброго. До свидания.